Какие семьи с детьми с 1 июля получат новое ежемесячное пособие? С вами сегодня буду я, юрист-эксперт Евгений Корсакин. С 1 июля в 2021 года начинается выплата неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет. Эта выплата составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году 5650 рублей, но здесь будет действовать правило нулевого дохода. Такое правило предполагает, что пособие назначается при наличии у трудоспособных членов семьи заработка в течение года, получать официальный доход человек должен хотя бы 10 из 12 месяцев. Это могут быть поступления от трудовой и предпринимательской деятельности, стипендии или пенсии. Пособия могут лишиться семьи, в которых родители не работают без уважительной причины. Первое. Пособие получат одинокие родители. Одинокие родители считаются матери-одиночки, вдовы и вдовцы, единственный оставшийся родитель, если второй родитель умер или безвестно отсутствует, родители и законные представители, которые получают алименты по суду. Пособие не сможет получить единственный родитель, имеющий в собственности следующее. Более одной квартиры, если при этом общая площадь каждого члена семьи оказалась более 24 квадратных метров. Более одного дома, если площадь на каждого члена семьи более 40 квадратных метров. Более одной дачи, гаража, машина, место, мотоцикла, катера и прочего транспортного средства. Земельный участок общей площадью более 25 га в городских поселениях и более одного га в сельских поселениях. При этом земельные участки, предоставленные многодетным, не учитываются. Сбережение, годовой доход от процентов, по которым превышает величину прожиточного минимума на душу населения в России в целом. Какие документы нужно, чтобы получить пособие на детей от 8 до 16? Обратиться нужно непосредственно в ПФР или подать документы в МФЦ или через госуслуги. К заявлению нужно приложить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и расторжении брака, свидетельство о смерти супруга или супруге или документы о признании безвестно отсутствующим. Справки 2НДФЛ и прочие документы, подтверждающие доходы за 12 месяцев. Документы на имеющуюся недвижимость и транспортные средства. Справки из банка об имеющихся счетах. Если подаете заявление через госуслуги, то направьте только одно заявление. Прочие документы нужно будет подать по запросу ПФР. Срок выплаты пособий с 1 по 25 число следующего месяца. То есть пособия за июль выплатят с 1 по 25 августа. Скидя лайк, подписка, дальше будет еще больше полезной информации. Пока!